В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Карачаева Черкесия понесла невосполнимую утрату. Не стало Лейла Абубикировна Бекизова, известного ученого, литературоведа, доктора филологических наук, профессора Академика Адыгской Международной Академии Наук, заслуженного деятеля науки Карачаева Черкесии, Кабринобалкарии, Адыгеи. Всю свою жизнь она посвятила изучению актуальных проблем, связанных с историческим развитием художественной литературы черкесского народа. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Аслан Озов выразили соболезнования родным и близким Лейлы Бекизовой. О жизни и деятельности Лейлы Абубикировна расскажет Зарема Карданова. Слово «душа народа». На моём родном языке слово «псатла» переводится «вместилище души». Говорить на черкесском значит говорить с любовью и уважением. Эта фраза принадлежит самой Лейле Абубикировне, и она стала эпиграфом книги члена Союза писателей России Татьяны Братковой к юбилею корифея литературы народа в Карачаево-Черкесии Лейле Бекизовой. Книга о первой среде черкесского народа женщине и докторе филологических наук, кавалерии орденов «Дружба народов и за заслуги перед Отечеством второй степени», литературоведе, вице-президенте Международной Черкесской академии наук, члене секретариата правления Союза писателей России, председатели правления Союза писателей Карачаева-Черкесии, члене исполкома Ассоциации городов Юга России, лауреате международных премий имени Кандура и Шамиля, почетном жителе Черкеска Лейле Бекизовой. Вся земля кавказская, естественно, будет вспоминать и боготворить эту удивительную, красивую, умную, выдающуюся женщину. Не оценим вклад Лейлы Бекизовой в развитии советского и российского литературоведения, в создании Национальной школы литераторов подготовки плеяды молодых ученых Северного Кавказа. Не могу не сказать о ее преподавательской деятельности. Это очень серьезная работа, благодаря которой ей воспитана большая плеяда ученых, аспирантов, защитившихся, достигших определенных высот. Сегодня мы имеем право говорить о том, что она основатель филологической школы в Карачаево-Черкесии. Это факт, уже сложившийся, об этом говорят. Я бываю с ней часто в других республиках, в других регионах, и всегда отмечают, что это школа Бекизовой. Лейла Бекировна у нас в республике и на Северном Кавказе. Знаковая личность, конечно. Ее знают во всех республиках. Но мы ближе знаем, мы писатели, потому что уже более 20 лет она руководит нашей писательской организацией. Сегодня стало пусто в городской квартире Лейлы Бекировны. Остались стоять на стеллажах многочисленные фотоснимки с разных важных мероприятий. В этой скромной квартире гостили многие именитые поэты и писатели, языковеды и просто люди творчества, среди которых был известный ученый-исследователь адырских языков Георгий Турчанинов. Вы посмотрите, с какой гордостью я стою около этих великих женщин. Ольга Бергольц, Анна Ахматова, которые столько пережили, если бы не их слово, мир бы не узнал бы о том, чем жила Русь, чем жила Россия, их поэзия, потому что поэзия работает на уровне души человека и литература тоже. Когда-то встреча юной черкешенки Лейлы с Ленинградом стала настоящим потрясением. Впереди её ждали другие моменты восхищения и удивления. Лейла Бекизова вошла в чудесный мир писателей и поэтов. Она открывала образы героев преданий, которые жили в сознании народа. В этом ассоль сыграл героический нартский эпос адыгов. Нарты учат мудрости, стойкости, мужеству и достоинству. Не зря она посвятила один из своих трудов от богатырского эпоса к роману родителям. Именно от них и Лейла унаследовала любовь к родному слову, а затем она учила этому своих студентов в пединституте в Карачаевске. Лейла Бекировна часто и много вспоминала своего руководителя, который посоветовал заниматься исследованием фольклора и литературы черкесов. Она всегда приводила в пример шухрауа, млечный путь. Ибо и это все увязывало, что по той тропе, по которой гонят лошадей, именно это выражение ей принадлежит. И когда вот обо всем этом думаешь, воспринимаешь, что это чрезвычайно объемная культура, объемная школа, объемный ум. Благодаря исследовательским работам Бекизовой узнавали о писателях и поэтах Карачаева Черкесии, затем они заявляли о себе на всесоюзном уровне. Когда-то темой дипломной работы Лейлы стала черкесская советская литература. Она ее привела в большую литературу народов Кавказа, а затем про нее узнал весь писательский мир Российской Федерации. Зарема Карданова, Светлана Шейндрик, Мухаммед Ашибоков, Рашид Токов и Ислам Урумов. Вести Карачаева Черкесия. Все гостиницы и другие объекты размещения туристов должны пройти обязательную классификацию, то есть иметь свою звездность. Иначе будет наложен запрет на оказание гостиничных услуг. Эта работа началась еще в июле 2019 года с гостиниц с номерным фондом более 50 номеров. Мадина Киракетова подробнее. Свою звездную категорию к 2022 году должны получить все без исключения отели, иначе им будет просто запрещено заниматься гостиничной деятельностью. В 2019 году такую классификацию прошли гостиницы с фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 ее должны были пройти отели с номерным фондом более 15 номеров. У остальных владельцев гостиничного бизнеса и иных средств размещения туристов и гостей есть еще целый год, чтобы уладить такой важный для успешной работы нюанс. Карачаева Черкесия славится своими курортами. Ежегодно туристический поток в республику увеличивается, строятся новые гостиницы. С 1 января 2022 года классификацию должны пройти все гостиницы и средства размещения без исключения. Гостиницы классифицируются по системе, в которой предусмотрена звездность. Они классифицируются 5, 4, 3, 2, 1 и совсем без звезд. Критерии оценки звездности подробно расписаны на 86 страницах. Сюда входит все, начиная с высоты потолков до наличия зубной щетки в номере. По словам первозаместителя министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаева Черкесия Артема Овчинникова, сертификацию гостиниц будут проводить аккредитованные организации, а свидетельства о присвоении определенной категории будут действительно в течение трех лет. Владельцы гостиниц обязаны довести до потребителя информацию о присвоенной классификации и своей звездности. Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристического потока в республику. Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристического потока и развитию внутреннего и звездного туризма за счет повышения конкурентоспособности гостиниц. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте Министерства туризма и курортов Карачаева Черкесской Республики. Предоставление услуг без присвоения объекту туристической индустрии той или иной категории, использование в названии, в рекламе гостиничных услуг звездной категории, которой та или иная гостиница или объект размещения туристов не соответствует, предупреждают в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики, будут наказываться по всей строгости закона. Мадина Каракетова, Рожитоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Московский индустриальный банк Скидки до 30% по 13 декабря. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Биберленд. Миру сыр. Скидки до 80%? Да. Распродажа в 5.85 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5.85 золотой. Дарите эмоции. Выставка «Белка» на раз-два-три. Много шуб – это раз. Скидка 30%. Это два. Рассрочка – это три. С 4 по 6 декабря. В Центре развития предпринимательства. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия стала очередной площадкой традиционного молодежного форума «Дружный Кавказ» и Олимпиады «Лучший чтец Корана». Мероприятие проводится Духовным управлением мусульман республики в рамках реализации проекта Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Представители СКФО собрались в Учкикене на базе Карачаево-Черкесского медресе-интерната. Целью форума является создание в регионах Северного Кавказа новых молодежных клубов «Дружный Кавказ», которые будут взаимодействовать между собой как площадки для общения молодежи с целью профилактики экстремизма, терроризма, девиантных проявлений взаимодействия между органами государственной власти, общественными организациями. Участники же Олимпиады соревновались в четырех номинациях. Впервые прошел конкурс на «Лучший Азан». Победителей наградили грамотами и подарками. «Правили конкурс сетцов. Очень красиво читали. Вот эти все ребята, которые пришли со всех регионов Северного Кавказа, они все удивлялись, как красиво читают. Вот это нам очень нужно. Почему? Потому что, когда человек читает Коран, если даже он ничего не знает в этом, просто аккуратно, красиво, правильно читает Коран, он получает благодеяние от Всевышнего. И поэтому вот наше сегодняшнее мероприятие тоже связано с тем, чтобы у нас на Кавказе был мир, стабильность и благополучие. Вопросы социально-экономического развития, продвижения продукции товаропроизводителей из Карачаева-Черкесии, налаживания бизнес-отношений с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. С такими инициативами приняла участие на очередном шестом международном форуме «Южные ворота», проходившем в Северной Осетии, делегация из Карачаева-Черкесии, в которую вошли представители торгово-промышленной палаты «Карачаева-Черкесии» и бизнес-центра «Твой бизнес». Каких договоренностей им удалось достичь, об этом расскажет гость нашей программы, директор бизнес-центра «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии Артур Езау. С ним беседовала Мадина Каракетова. Добрый день. Здравствуйте. Карачаева-Черкесия принимала не так давно участие в очередном международном форуме «Южные ворота». Этот форум стал уже традиционным, проводился шестой раз. Скажите, пожалуйста, кто представлял нашу республику и какую тему выбрали в этот раз. Данный форум был организован Министерством экономического развития Северной Осетии, Центром «Мой бизнес» Северной Осетии и Торгово-промышленной палатой Северной Осетии. При поддержке Министерства экономического развития Карачаево-Черкесии Республики была сформирована делегация из представителей Центра «Мой бизнес», из представителей Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии Республики. Основной целью форума стало установление внешнеэкономических связей с предпринимателей Юга России, с зарубежными странами, налаживание деловых контактов, поиск потенциальных партнеров, контрагентов за рубежом. Для этих целей нами были сформированы коммерческие предложения, запрошены и сформированы коммерческие предложения экспортно-ориентированных предприятий нашего региона, которые мы отвезли и представили уже непосредственно на самом форуме. В связи с эпидемиологической ситуацией форум проходил частично в очно, частично в онлайн формате. Были подключены через посредством видеоконференц-связи представители бизнес-сообществ из таких стран, как Турция, Иран, из Республики Беларусь. Были подключены представители бизнес-сообщества и осуществлялся диалог с данными предпринимателями. Ну и в итоге мы поехали со всеми, познакомились, со всеми обменялись деловыми контактами. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Подалков в своем выступлении, в приветственной речи, он такой упор делал на то, что власти РСОЛАНИ и предпринимательская среда очень так тесно взаимодействуют, что играет очень большую роль в социально-экономическом развитии региона. А вот скажите, пожалуйста, у нас в Карачаево-Черкесии такое взаимодействие, оно существует? И если да, есть ли какие-то результаты? Какая помощь оказывается нашим предпринимателям? Для того, чтобы был наиболее эффективный диалог между представителями бизнеса и власти, был в 2017 году еще создан Центр поддержки предпринимательства, как один из первых институтов развития предпринимательства, организации инфраструктуры развития бизнеса. И на сегодняшний день у нас уже более чем как два с половиной года организация услуг и организация предоставления мер поддержки для малого и среднего бизнеса оказывается в рамках одного окна. На сегодняшний день не все регионы Российской Федерации еще выстроили такую систему поддержки бизнеса. Она у нас уже работает в полной мере. Мы глобально делим все меры поддержки на два больших блока. Это финансовый и не финансовый. Если сказать за финансовые меры поддержки, то на базе Центра мой бизнес осуществляет свою деятельность микрокредитная организация, которая предоставляет микрозаймы на сумму до 3 миллионов под 3% годовых. Также осуществляет свою деятельность гарантийный фонд поддержки предпринимательства, основной целью деятельности которого является предоставление поручительств для малого и среднего бизнеса перед кредитными организациями. Если брать не финансовый блок мер поддержки, то, как я уже сказал, на базе Центра мой бизнес осуществляет свою деятельность Центр поддержки предпринимательства. Это образовательный блок и развитие межрегиональных связей и коопераций. Это Центр поддержки экспорта, основная цель деятельности которого направлена на развитие экспортного потенциала республики и на вывод товаров, продуктов товаропроизводителей нашего региона на зарубежные рынки. Также на базе Центра мой бизнес осуществляет свою деятельность Центр компетенции в сфере сельского хозяйства и поддержки фермеров. Таким образом, развитие сельского хозяйства также выделено в отдельное направление. И в рамках этого Центра узкие специализированные меры поддержки оказываются для сельхозтоваропроизводителей. А также осуществляет свою деятельность Центр инноваций социальной сферы, основная цель деятельности которого заключается в развитии социального предпринимательства. Кроме того, также осуществляет свою деятельность Центр молодежного инновационного творчества, который территориально находится у нас в городе Карачаевске, и на базе которого у нас расположено высокотехнологичное инновационное оборудование, на котором молодые люди, школьники, студенты обучаются и производят высокотехнологичную продукцию. Там представлено такое оборудование, как 3D-принтеры, оборудование 3D-визуализации, 3D-сканеры и подобного рода оборудования. Как Вы только что сказали, один из основных вопросов, который обсуждали участники форума, это были вопросы сотрудничества, в том числе и со странами ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья, такими странами, как Иран, Турция, Белоруссия, Туркмения. В каком формате предполагается выстроить это сотрудничество, и что оно даст таким небольшим регионам, как мы? В первую очередь, безусловно, это налаживание деловых связей между бизнесом нашего региона и бизнесом той страны, с которой мы пытаемся выстроить сотрудничество. Для этих целей были отобраны у всех контакты, для того, чтобы начать прорабатывать конкретные встречи в формате B2B, то есть бизнес для бизнеса. Это была основная цель данной поездки, именно сбор потенциальных контрагентов для развития бизнеса, предпринимательства и экспортного потенциала нашего региона. Делали упор конкретно на экспортно-ориентированных товаропроизводителей нашего региона, и с этой целью мы как раз и сформировали коммерческие предложения именно наших товаропроизводителей, для того, чтобы постараться предложить их стране, чьи предприниматели потенциально могут быть заинтересованы в данной продукции, и, естественно, постараться уже продать наш товар непосредственно предпринимать тем предпринимателям. Как мы знаем, в России у нас действует нацпроект по развитию экспорта, это международная кооперация и экспорт. Основная цель которого является в увеличении экспорта к 2024 году в два раза. И в рамках именно данного нас проекта эта поездка и осуществлялась. Артур, Вы сказали, что были сформированы коммерческие предложения от бизнеса нашей республики. И скажите, от каких отраслей были эти предложения? Что Вы будете продвигать? В первую очередь делалось упор на производителей легкой промышленности. Данная отрасль в нашем регионе очень развита. Порядка 50 тысяч занятого населения именно в данной сфере экономики у нас задействовано. Поэтому и очень много именно товаропроизводителей в сфере легкой промышленности. Поэтому в первую очередь мы выстраивали контакт с представителями именно в сфере легкой промышленности, собрали с них коммерческие предложения. Следующая отрасль, которая и нас заинтересовала, и заинтересовала наших потенциальных партнеров, это пищевая промышленность. Также были собраны предложения наших производителей различных печенья, производителей фасовки различных круп, муки, ну и подобной продукции. Хочу отдельно выделить вообще институт торгово-промышленных палат и сказать, что данный институт развития предпринимательства имеет как очень глубокую и далекую историю, так и обладает очень ценным ресурсом. Таким ресурсом, как представительство практически в каждом уголке земного шара. И в данный момент Центром Мобизнес Карачаевской Республики при поддержке Министерства экономического развития нашего региона и торгово-промышленной палатой нашего региона формируется экспортный каталог товаропроизводителей Карачаевской Республики, который будет в дальнейшем направлен во все торг предства и во все представительства торгово-промышленных палат на территории всего земного шара с целью презентации данной пропродукции наших производителей уже непосредственно тем предпринимателям, которые будут находиться в той или иной стране. В данный момент происходит его формирование, поэтому призываю всех товаропроизводителей, желающих экспортировать свой продукт, свой товар, во-первых, призываю не бояться развиваться и двигаться в данном направлении, а также принять участие в формировании данного каталога и предоставить свои презентационные материалы для их включения уже непосредственно в сам экспортный каталог товаропроизводителей Карачаевской Республики. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Выставка «Белка» на раз-два-три. Много шуб – это раз, скидка 30%, это два, раз срочка и это три. С 4 по 6 декабря в Центре развития предпринимательства. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Скидки до 30% по 13 декабря. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Скидки до 80%? Да. Распродажа в 5,85 «Золотой». Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5,85 «Золотой». Дарите эмоции. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатная. Телефон 8-928-787-03-81. Инстаграм «Ворота», нижнее подчёркивание «Умар». Качественное образование и комфортные условия обучения теперь будут в специальной коллекционной школе первого вида «Черкеска». Это стало возможным благодаря участию педагогического коллектива в национальном проекте «Доброшкола», реализуемом в рамках федеральной программы «Современная школа на спроекты образования». Пять кабинетов школы оснащены высокотехнологичным оборудованием стоимостью до 8 миллионов рублей. О том, насколько стал процесс обучения и воспитание лёгким, узнавала Альбина Ламкова. Очень нравится учить, работать на компьютер. Лейла Быдаева учится в четвёртом классе в специальной коррекционной школе первого вида. Успех владения её речью, конечно же, первоочередная заслуга преподавателей. Но трудолюбие и тяга к обучению школьников играют важную роль в учебном процессе, отмечают учителя. Нужно сказать, что все дети стремятся и прилагают необходимые усилия в усвоении новых знаний, которые дают им на уроках. Успешно реализованный проект «Добро. Школа» позволит ребятам с особенностями развития лучше осваивать учебные программы и сделать более эффективную работу преподавателей с помощью оснащения современными комплексами и материалами кабинета влагопеда, дефектолога, психолога. Учителя и ученики уже успели оценить достоинства продукта нового поколения. Вибротактильный стол и электроакустическая аппаратура стали незаменимыми в процессе обучения для детей с тяжелым нарушением слуха. Позволяет детям с помощью вибраций всем телом через костную проводимость услышать звуки. Это аппаратура для тех деток, у которых тяжелые нарушения слуха. Стал главным помощником для учителей-дефектологов, а также воспитателей и, конечно же, хорошим другом для детей новая образовательная система «Мультимайн Калсалдинг». Что включает в себя «Мультимайн»? Это интерактивный стол, в который входит мультимедийное программное обеспечение. В него входит 9 тематических модулей, которые охватывают всю программу начальной школы. Также здесь есть ховрики, которые меняются в зависимости от задания. Также оснащен клавиатурой, двумя мышками для работы в команде и веб-камерой, которая распознает детоктический материал. Все новое высокотехнологичное оборудование было сделано по заказу учителей. Дефектологи и психологи учли все необходимое в своей работе. Весь педагогический состав удивился, когда перечень в указанном списке был доставлен в школу. Всю технику, предметы и материалы с большим удовольствием расставили в новые отремонтированные кабинеты с соответствующей мебелью. Проект был очень серьезный. Занимались этим вполне достойные люди. Контроль был жесточайший со стороны Москвы. Я хочу сегодня от школы поблагодарить замечательных вот этих людей, которые нам, скажу, этим оборудованием загрузили нашу школу. Детишки радостные, учителя довольные. Все это пойдет на благо. В коррекционной школе-интернат первого вида учатся 68 человек. Все выпускники школы в будущем выбирают профессии по своей душе. А чтобы мальчики успешно освоили наиболее востребованное и доступное ремесло, в мастерской школы установили новое высокотехнологичное оборудование. В мастерской у девчат тоже изменения. Не забыли про кабинет технологий. Здесь новая мебель, современное оборудование. Это машинки «Аверлог» немецкой известной фирмы. А также вот эти вот замечательные манекены разного размера. Эффективность работы психолога во многом зависит от условий помещения, в которых они проводят занятия с детьми. Поэтому и он не остался без внимания. Оборудован всем необходимым. В нем присутствуют важные технические средства. Наглядно демонстративные пособия и спортивный инвентарь. Помещение оснащено и современным оборудованием для релаксации, где дети смогут расслабиться и отдохнуть после продолжительных занятий. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. С 1 июня 2020 года изменился порядок взыскания по исполнительным документам и существенно увеличилось количество граждан, обращающихся в службу судебных приставов по вопросам применения нового закона. С каких социальных выплат можно взыскать долги, а с каких нельзя, рассказывали в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике поясняет, что в случае, если должник гражданин узнал о том, что у него списали денежные средства, то в первую очередь он должен обратиться в кредитную организацию. В связи с тем, что 12-м федеральным законом, о внесении изменений в федеральный закон об исполнительном производстве, внесена обязанность кредитным организациям маркировать те денежные средства, на которые не должно сработать наше постановление. Пенсия по-прежнему может быть взыскана в рамках исполнительного производства, говорят судебные приставы. По инвалидности, по старости накопительная пенсия не обладает иммунитетом. Это те денежные средства, на которые мы можем обратить взыскание и взыскать в соответствии с 99-й нашей статьёй в размере до 50%. В случае, если это особая категория исполнительных производств, в том числе и 70%. В федеральном законе об исполнительном производстве есть статья 101, в которой указаны виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Этот перечень исчерпывающий. И вот этот перечень социальных выплат, которые не подлежат аресту судебными приставами. Это деньги, которые выплачиваются в счёт возмещения вреда, причинённого здоровью, компенсация вреда из-за смерти кормильца, денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья, ранения и травмы при исполнении служебных обязанностей, компенсации средств федерального бюджета и бюджетов России по уходу за нетрудоспособными лицами, денежные компенсации, которые перечисляются гражданам на определённые цели, в частности, компенсации стоимости проезда и покупки лекарств. Алименты. Компенсации, указанные в трудовом законодательстве в связи со служебными командировками, переводом или направлением в другую местность, связанные с изнашиванием инструмента работника, компенсация на случай рождения ребёнка, смерти родных и регистрации брака. Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, пенсия по потере кормильца, которая выплачивается из средств федерального бюджета, и доплата к ней из регионального бюджета. Детское пособие, материнский капитал, средства материальной помощи, выплачиваемые в связи с терактом, смертью члена семьи, оказанием содействия при выявлении терактов и иных преступлений, компенсации стоимости путёвок, санаторно-курортного лечения и прочее, компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно, социальное пособие на погребение. И ещё новые выплаты социального характера, на которые не допускается наложить взыскание по федеральному закону – это средства, выделенные пострадавшим в результате ЧИЭС, например, катастрофы или прочие форс-мажорные обстоятельства, а также средства, выделенные единовременной материальной и финансовой помощи, если они были выплачены члену семьи гражданина, погибшего в результате ЧИЭС, или гражданам, здоровью которых причинён вред разной степени тяжести. В Черкесии прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса журналистов печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии. С подробностями Мурат Жанкёзов. В приветственном слове представители Министерства отметили, что в этом году увеличено количество номинаций и призовой фонд конкурса. С каждым годом заявок на республиканский конкурс становится всё больше, а жюри всё сложнее выделять самых достойных, поскольку мастерство большинства участников довольно высокого уровня. Журналистское сообщество, независимо печатные СМИ, электронные СМИ, прежде всего печатались на эту тему, потому что тема межнациональных отношений у нас в Карачаево-Черкесии, она традиционна. У нас в Карачаево-Черкесии живут пять субъектов образующих народов, и поэтому каждый материал для каждого народа очень ценен, не важен. В этом году увеличены средства на финансирование таких проектов. Я могу сказать, что изменилось отношение журналистов после того, как премии стали по-настоящему весомыми. Во-первых, это отношение, все люди увидели, ну, в первую очередь, журналисты увидели, что отношение власти к этой проблеме стало более серьёзным. Значит, и отношение журналистов к подготовке этих материалов будет тоже более серьёзным. Впервые в конкурсе приняли участие и муниципальные средства массовой информации. В различных номинациях конкурсанты удостоились заслуженных наград. Особенно отрадно за наших коллег, корреспондента вестей Фатиму Даурову и главного оператора Али Бастанова. Урад, я сегодня в очередной раз убедилась, что я свою профессию выбрала не зря. Я, каждый раз, занимаясь своим делом, я получаю такую гамму положительных эмоций, особенно выезжая в самые дальние уголки республики, встречаясь с такими неординарными, очень интересными людьми, посидеть где-нибудь, поговорить, а потом это всё принести, показать и передать другим людям, чтобы они увидели о себе подобных, как они живут. Для меня это очень важно. Я люблю свою работу. Каждую минуту, каждую секунду, каждую эмоцию, которую она мне даёт. Я рада, что я стала журналисткой. В завершении мероприятия победителям пожелали новых творческих и профессиональных успехов по освещению СМИ межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Я считаю, роль СМИ именно по освещению данной тематики очень важна, так как мы живём в многонациональной республике, и освещение такой нелёгкой тематики, как межнациональная, она является крайне важной. Это всё информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи, и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин